Артур Смольянинов оба очевидных вещах, которые многие россияне не могут разглядеть сквозь плотную телевизионную пропагандистскую пелену. Против него возбудили уголовное дело. В конечном итоге не исключает для себя возможности пойти воевать за Украину. Безусловно, конечно. Еще раз, эмоционально это именно так для меня. Если бы я и пошел бы на эту войну, то именно на стороне Украины. Конечно, однозначно. Да, как вообще возможно российское общество после этой войны? Украины, где есть вроде бы какие-то разные люди, разные взгляды, какая-то дискуссия о прошлом, о будущем. Мне, честно говоря, наплевать, даже насрать, в какой форме останется Россия. Развалится она, не развалится, превратится она в Уральскую республику, в Пельменскую республику, в Хакасскую республику. Или останется только один еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел. Или вот приведу, например, такой пример хороший, мне кажется, он будет точно отвечать на ваш вопрос. Вот мне тут знакомые прислали информацию, что мой коллега, Саслан Фидаров, такой артист, я уж не знаю, был он или все еще есть, но мне написали, что с высокой долей вероятности его уже нет. Он был в одном из... Я думаю, что вы можете найти эту информацию в открытом доступе. Я с ним снимался в пресловутой девятой роте, я потом совсем недавно снялся с ним еще в одном проекте, который не успел выйти и уже, наверное, не выйдет. И я смотрю на эту фотографию, где он вот в этой форме, под флагом Осетии, я не могу понять. Я смотрю на него и я не понимаю. Я же его знаю. Знал. Жалко ли мне его? Да, очень жалко. Стрелял бы я в него без всякого сомнения. Безо всякого сомнения. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокольчик и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.